Дорога к школе должна быть безопасной. С этим не поспоришь. Члены партии «Единой России», проживающие в Барвихинском сельском поселении, вышли на инспекцию дорожной разметки близобразовательного учреждения, в котором обучаются свыше 700 детей из Барвихи и прилегающих населенных пунктов. С каждым годом число транспорта увеличивается, увеличится в прогрессии. И ученикам, чтобы добраться до школы, приходится проходить не очень простой путь, связанный с пересечением дорог, где с каждым годом увеличивается транспорт. Я уже сказал. Поэтому давайте пройдем и посмотрим, как расположена у нас территориальная школа, какие проблемы на сегодняшний день существуют. Полтора года назад по инициативе актива партии была разработана схема дорожного движения, в том числе и для этого участка вблизи школы. Стараниями местных жителей был установлен массивный шлагбаум. Мы хотим обратить ваше внимание на этот шлагбаум. С одной стороны, он, кажется, стоит незаконно, но в нем есть острая необходимость. Вот как раз о чем мы говорили, что водитель не соблюдает правила дорожного движения. Вот приходится ставить вот такие заграждения, шлагбаумы, блоки, для того, чтобы не было транзитного движения рядом со школой. Несмотря на наличие пешеходных переходов, специальной разметки, дорожных знаков, у членов инспекции нашлись несколько замечаний. Прежде всего, нехватка парковочных мест. Рядом со школой расположен неблагоустроенный участок, который мог бы стать местом разгрузки детей, но он находится в частных руках. А территория, где зачастую родители высаживают школьников, требует внесения поправок в дорожную карту. Есть еще место парковочное, где высаживают наших деток с автобусов. Там желательно бы расширить это парковочное место по возможности, насколько это получится, и также его обозначить световыми какими-то разметками. Все замечания, выявленные в ходе инспекции, будут направлены руководству местной партийной ячейки с целью улучшения дорожной ситуации вблизи школы. По словам активистов, три из четырех пешеходных переходов необходимо привести в порядок. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.